Что у вас там? Мы сейчас в школу живем. Так, что-то микрофон далеко от вас, плохо слышно. Вот собирается в школу. Ну-ка, мамка-то где? Мама на работе, она в школу. На работе? Да, она в школу. Ты вот что спроси у матери-то. У меня у голубки, у нее, я сейчас покажу. Так, подожди-ка. Сейчас, подожди маленько. Сейчас я покажу. О! Вот, смотри. Вот, у нее под крылышком, вот здесь вот, вот здесь вот под крылышком, у ней шишечка. Что-то плохо видно у вас там. Вот здесь вот. Ее надо прооперировать, вот здесь вот, это видать даже, вот она. А это как копия, не в школу или? Вот, вот это вот надо прооперировать. Мама сможет там сделать, нет? Да, 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 да. Эта крылышка у ней хорошая, смотри какая голубка-то, гляди. Ну-ка, смотри. Ну, пусть Андрей смотрит сюда, вот она. Вот здесь вот, тут у нее крылышко, вот такая вот, вот такая вот, вот такая вот примера, вот. Вот такая вот примера, шишечка, смотри, пусть он смотрит. Вот, вот такая вот, вот здесь вот, вот, вот. Ее надо вырезать. Маме, скажите, чтобы мама принесла инструмент сюда, все, захватила в воскресенье. Поняли, нет? Да, да. Вот она какая красавица, смотри какой кахалок. Вот, ой, кошка это боязнь, я его тащу скорее, а то схватит ее. Я не знаю. Так это что у вас? Кошка? Она тащит тоже самая шишка. Только ее у нее пылить нельзя. Да, вот так. Они говорят, у них на кошке тоже шишка есть, но вырезать нельзя. Нельзя? Да. А почему? Потому что она уже потерпела. Ну, я не знаю. Нельзя, как это нельзя? Надо сделать, она летать не может. Кошке-то она не мешает, она... Что кошка-то? Она мышей ловит с шишкой с этой... А эта голубка-то летать-то не может, она шишкой не дает ей шевелиться. Надо операцию сделать. Делаем, делаем. Так, ну, вам слышно, нет? Да. Да. А у вас что-то плоховато слышно. Что-то у вас глазок-то плохой, наверное, плохо видно. А у нас тут мясо гружает, и поэтому так. Лес окружает нас почти со всех сторон. Лес окружает. Лес окружает, и вроде как сигнал плохой вроде. Так, что хотели-то? Он на письмо пересылает. А? Плохо слышу. Вы микрофон-то это рядом, берите к себе микрофон-то. Где он у вас? У нас есть, у нас есть, у нас есть, у нас есть микрофон-то. Мы вот говорили, чтобы ребятишки-то хорошо слышно было. Ну, мы вас слышно. Ну, это вам микрофон-то нужен, чтобы слышно у вас было. Так, что хотели-то, звонили-то давайте. Какое дело? Так, что там за вопрос какой, или что? Так, быстро, Инафа, переводи, что хотел? Ничего не слышно. Где у вас микрофон-то? Ну-ка, где он? Ну, видишь, у меня микрофон около рта самого-то. У них нет, у них на компьютере только. Ну, это плохо. Пусть он найдет вот такую вот, вот такую вот сделать. А чтобы слышно было, я не слышу ничего. Даже Володя не слышит. Ну, ладно, пускай обдумает. Чтобы хороший глазок был, хорошо было видно. Это уж небольшие деньги-то. И вот такой вот купить. Вот, видишь, вот с наушниками, гляди. Вот надеваешь, и хорошо слышно. Так, если ничего нет, мы расстаемся. У нас тут дело, мы заняты. Скажи. У нас тоже, мы пошли в школу. Еще нет. Все, все. Давайте, выключайте. Скажи, чтобы выключили. Давайте. Давайте, Господи, благослови. Все, во славу Божию. Выключайте там, что-то не выключили. О. Ну, ладно, выключай. Вот Андрей, он был, я говорю, потеряю все. Ну, мастер, плохо-немой. Любое дело может сделать. Вот любое. Я ему только покажу, куда пойти. Все сам сделает. По-другому покажешь, что он еще не может сделать. Он глухонемой. Он говорит, когда учился в школе, ну, там, где-то для глухонемых-то. А, видимо, не прилежный был ученик. Так учитель, который, он ему язык там как прижимал, чтобы звуки-то были правильные. Ты меня бил, говорит, ты меня бил, говорит, так. И вот я маленько научился говорить. Он любую модельную обувь шьет. Он краснодеревщик. Там такие прекрасные, там вот изображения Христа, статуи. Это он резал. Около тюрьмы, где монахинь расстреляли. Там источник называется, святой Никольский источник. Он любое дело, дом себе там начал строить, ну, все может делать. Глухонемой. И вот он обратился у нас здесь в общине, родился, женился. Она студентка Настя, третьего курса, наверное, ветеринара. Сейчас она где-то там на птицефабрике работает. У нас, как правило, почти все заканчивают университеты с красным дипломом. Сейчас четверо ребятишек. Значит, Енафа старшая, Ваня второй. Третья Ефросиня, Фрося и Нестор. Нестор четвертый. Ну, в нем в лагере бывает. Приходится заниматься с ребятишками. Ну, слава Богу. Все сегодня. Сегодня у нас 31 января 2014 года. Слава Господу. Все у нас здесь. Ну-ка, где мои кошки? А? Ну-ка, иди сюда. Давайте я вам дам игрушку такую. О, я им какое корыто взял. Это из картона. Они бегают. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка. Ой, есть она. Ага. Ну-ка, где она? Ну-ка, иди. Я не знаю, это она или она? Это она. Это она, а где он-то? Ты где, дурочок? Ну-ка, иди сюда. А где он? Куда он делся-то? Главное, вот тебе на. На что же такое? Белый. Белый, белый. Где ты, белый? Ну-ка, белый, иди сюда. Белый. Вообще не видно на дело. А куда он делся-то? Вообще нигде нету. Во! Такого никогда и не было. Обычно она теряется. Я даже не могу предположить, где он есть. Неужели он спрятался там? Да не должно быть. Когда тут... Вот он где. Гляди. Гляди сюда. Гляди. Скорее фотографируй. Гляди. Я ушел, тарелку оставил. Было рыбу, я его ищу. Он все еще было доел на столе. Вот все. Хорошо делает, нет? Тарелку залез. Ну, а хозяин, инспектор, и что ты делаешь, скажи, а? Теперь горошницу мою? Вот это да. Никогда такого не было. Все съел. Вот и не играй. Боловной такой, а? На минутку отложился от стола. Мы ели как раз. Все съел. Порядок. Ну, что с ним сделаешь? Хозяин? Ему полгода только еще. Съел рыбу, все со стола смел. Пошел. Сейчас они будут играть. Ну-ка, давайте. Ну, как она сейчас за него? Это мать его белая. Специально я сделал коробку шил из картона. Но она сжимала. Вчера пришлось оконтуровку из дерева сделать вокруг. Вот, посмотрите, как она подробно взбивать тут и возиться. Вот говорят, людям скучно в городе. Я в городе живу, не скучно нисколько. Вот, представь, облизывается, как интересно. Там у меня лежала рыба ему. Я когда сажусь завтракать, обедать, он сядет рядом и умильно так смотрит. Я не могу, у меня сердце болит. Володя, ну хоть какую-то рыбу дай ему. Ну, смотри, какая преданность. Ну, он видит, что я ему мало-то. Я рыбку-то рву, эту мою-то помаленьку-то. А тут Андрей Дробов позвонил. Я ушел, его не могу найти. А потом залез, сейчас я туда кверху. Ты думал, дай я гляну на стол. Ты глянул, а он на столе, он даже не расстраивается. А почему? Не битый. Вот если бы был он битый, он бы только меня увидал, он бы кубарем скатился. А он никаких. В тарелку залез. Сейчас надо мыть и освещать тарелку. Белый. Нехорошо это так. Ну, мы его пометили маленько красным, чтобы от матери отмечать. Он ничем не отличается. Пушистый. Ему 20 градусов мороза. Это я их выставляю на крышу. 20 градусов мороза. И целый день она на улице. Ну-ка. А ее нет. Она, видишь, а он на улицу просится. Вот они где. Видишь, как сядет окно. У меня тут кормушка на окне. Воробьев кормлю. Около полсотни, наверное. И вот он тоскует по воробьям. Недавно в этой кормушке. Какой-то, вот видать, как-то не досмотрели воробьи. Я так догадываюсь, что-то кот какой-то понес. Видимо, заскочил в кормушку и... Может быть, и воробья поймал. Видел, только что-то в зубах тащит. Надо было там проверить, где дрова. Вот они сидят. У меня как-то собащенка была, я держал. Хорошая. Восточно-европейская. Но их бить-то нельзя. Но он у меня выскочил. Я работал там, что-то строил. И он к соседке, видимо, за утками побежал. Она схватила хворостину. Как замахнулась. Он сел. Умильно так смотрит. Она сразу опустила. Это ваша собачка? Это моя. Я такого не видал. Обычно замахнешься, она убегает. Я говорю, не битая. Вот если собака трусливая, она дрессировке не поддается. Вот когда выводят охотники на пристрелку какого-то кабана, медведя. Ну как они идут? Ну и смотрят, собак-то натравливают. Учить надо. И вот бывает такая смелая собака прям бросается. Медведь как даст сразу кишки у ней. Ну это погибло. Неразумно. А другая хвост подожмет и за хозяина прячется. Я слышал от охотников. А третья так схватит, отскочит. Вот это самое. На которое боится, это уже ничего не будет. Еще проверки две. И потом в распадах подальше уводят и пристреливает сам хозяин. Она ему не нужна такая. Поэтому собаку любую можно дрессировать. Чтоб только не была трусливая. Она должна быть отчаянно смелой. Я в уголовном розыске занимался не один год. Ну просто знаю это. Дрессировал собакой на экзамене. Она первое место заняла. Стреляют, взрыв пакеты бросают. Для нее это ничего не значит. Спрашивает самое трудное что. Это сейчас вот ходят рядом. Сидеть, лежать, больше ничего нет. Смешно даже. А мы ночью преследуем по следу, по слепому преступника. Занимаемся. Преступник забежал, бежит через кладбище. Ночью через кладбище. Где он бежит? У нее бывает фонарик здесь сверху. А бывает нет. Она бежит. Я бежу по дороге, бегу по дороге. А она там. Я ее не вижу. Но она-то быстро за ним бежит. Мне надо, чтобы быть рядом. Я бегу не один. За мной вооруженные бегут. Милиция. Я кричу сидеть. Я не вижу никого. Сидеть. Она сидит. Но я не знаю, сидит она или нет. Где сидит. Теперь я кричу голос. И она лает. Сидит и лает. Опять вперед. И она вперед. А мы бежим по прямой дороге. А она между крестами, между могилами. Как бежал преступник. И слышу. Опять нужно крикнуть ей. Она сидит. Тут баронолка течет. Она через... Он преступник через речку пробежал. Перебежал. Небольшая совсем речка-то. И он долго там бежал. Потом обратно пересек на эту сторону. Мне-то не надо туда лезть. Собака туда. А мы с этой стороны бежим дальше. И она на этой стороне дальше пошла. Аранжирный парк. Там ремонтируют вагоны. И она добежала до колодца. Такие колодцы. Ну канализационные. И сверху железная крышка. Она лапами заскочила на крышку. И начала... Мы поняли. Преступник спрятался в этом-то. Ну что значит. Срывать надо эту... По крышку она просто лежит там. Руки вверх. И повели. Это учебная была. А когда учебная вели назад. Натолкнулись на настоящих хулиганов. Они ломали кресты там эти. Вандалы-то. Ну пришлось уже патрулировать. А он дорогой что-то выбросил. Мы заново возвращаемся. Она бежит. И в зубах несет. Он бросил бумажку какую-то. Она подобрала, дала. Вот я ей даю команду искать. Патроны. И она все до одного патронщика не нажмет зубами гильзы. Все собирает, по одной подает. Самое трудное. Когда отстреливается преступник. И нужно собаку послать. И она... Если она прямо бежит, она пропала. Нужно, чтобы она ползла его вперед. А он на расстоянии метров сто. И сзади напала. Вот это очень трудно дается. Очень трудно. Тут длинные бельевые веревки. Берешь как подтягивает. И нигде ничего она не брала. Нельзя было травить. Сегодня дохантера. Мою собаку нельзя было травить. Во-первых, она одна нигде не бывает. Во-вторых, ничего она не возьмет без разрешения. Она любила рыбу. Жареную со сметаной. Я сам ее не ел. Так вот я поставлю. Комната закрыта. Я сам уйду. Прихожу, ничего не тронуто. Как она ползет. А такие, где трубы лежат большие. Она у меня все проползет. Сколько я брюк изорвал, ползал. С чем занимался верующий. Но зато я свидетель стал всем милиционерам. Это годы советской власти. Помню, однажды в Покровском соборе стою, молюсь. Слышу, кто-то теребец сзади. Я обернулся, милиция стоит. Выйдите. Я вышел. Это ваша собака там? Да. Подсаженная. Вильярный магазин. Хулиганы ударили чем-то тяжелым. Витрину разбили. И туда. А она. Большой там. Разные кабинеты. Все везде. Кабинеты все открыты, чтобы для нее были. Она. Кабинеты-то окна. Могут залезть. А как она попадет-то? Она как кинулась. Там такой грайк поднял. Они не решились. А ведь стрелять-то нечем было. Ну и сигнализация-то сработала. Милиция пришла. Ничего не может сделать. Они большую фонарину закрыли. Ко мне на дом. Соседи говорят. Я на второй строительной жил. 62. Он в церкви. Сегодня суббота. Они меня в церкви нашли. Нашли. Ну поехали на машине. Приехали. Продавца. Продавца привезли уже. Продавец там ждала. И меня внутрь запускают. Мне нужно убрать собаку. Вот. Собака это вообще не выскажешь. Какое высокоразвитое животное. Кошка она как-то по-домашнему. Ласковая, хорошая. У кошки чистая. У нее что у кошки? Чистая вот шерсть. Заразы никакой нет. А у кошки, а у собаки язык чистый. Какие язвы бывают. Ну прям не лечатся. Сметаной помашь, чтобы собака лизала. У нее на языке это есть. Это я уж попутно котенку сказал. Рыбу-то слопал. Теперь хоть сиди, не сиди. И главное. Которую я отобрал от костей-то. И карасей слопал. И слопал. Бой вы съел, а. Ну, что пошел-то? Не стыдно ли тебе, а? Я по делу пришел, а ты пошел хозяйничать. Смотри какой он. Пушистый-то какой. Он не боится. Вот все время на улицу просится. Вот 25 градусов, стараясь не выпускать, боюсь за него. Ну что? Голубое глазное чудо. А? Как можно кошек и собак не любить? Иногда говорят, вот, собак, особенно больших, держат злые люди. Ну я злой. Держу восточно-европейскую овщарку. Всегда держал. Так она умная. Она никого не укусила ни разу. В коридор вывезти, а сначала посмотрю, никого нет, тогда я вывел в коридор. Тут же у меня своя кошка. Они между собой дружные кошки. Это кошка и собака. И никого не, моя собака ни разу, ни одного человека не укусила. Не была отравлена. А вот говорят, а голубей держат добрые люди, у злого они не водятся. Просто не водятся. Это статья такая была у нас в краевой газете. У злого человека голуби не водятся. Тоже я не знаю, это исследователи говорят. Но я держу голубей, три голубятия, собак и кошек. Значит, я полез к голубям, я добрый. А спустился, с собакой пошел на выгул тренироваться. Я злой. И это прям серьезно так пишут. Что голубей, голуби у злых не водятся, я почти уверен. Ну, я не хочу никого обидеть. Вот, у меня близкий человек из старообрядцев. Я говорю, скажи, а у вас кто-нибудь в Новосибирске, большая община, держит голубей? Голубей? Нет, их не любят. А за что же голубей-то не любят? Не знаю, говорит. Помню, когда строили храм, там, кажется, во имя Рождества Богородицы. И прилетали голуби. Так они их, говорит, камнями кидали в них. Голубей камнями. Да голуби же при храмах всегда. Это блаженный Феофилакт еще об этом говорит. Да голубей есть нельзя. Голубей есть нельзя. Почему? Не знаю. Так это чистые животные. Это птицы чистые. Считайте, Филарета Милостивого. Там, говорит, когда он свадьб... Это Милостивый, это канонизированный. И когда у него была свадьба дочери, то написано там фазаны, голуби были. Голуби жареные. Это диетический скамят, как они нализывают друг друга. Знаете, как они? Вот, все. Теперь лапу намочит. И лапа ей оботрется. Теперь все. Еще на лапу возьмет. Вот. Какие пылинки-то? Слижет их. Вот они как. Он мать лежит, а она его. Некоторые даже этого не видели. И такая шерсть, он ее пролезать не может. Я их в подпол на ночь сажаю, чтобы ветер не дул, закрывать. Потому что здесь я не могу их оставить без туалета. Вот они как. Привез я его чуть не в кармане. В октябре месяце. Он в конце июля родился-то где-то. Вот он какой. А я не мудрю. Она белая, а он белый называется. А у ее матери, вот эта мать, у ней матери, то есть ему бабка, она рыжая. А отец чисто белый. Сибирские кошки. И вот такая смесь с красными ушками. А хвосты-то какие у них. У него, посмотри, какой хвост-то. Он его поджал, нет? Ну вот, он видно, он пушистый какой. Как лиса. Ну как можно не любить? Я слышал, насколько, правда, не знаю и нет, что кто держит кошек, собак. Вот бывает, инвалиды войны раньше были, там одинокий человек. То они живут на три года дольше, эти люди. Вот он недовольный, обидели. Он пришел, да, шарик, трудная жизнь настала-то. Как мы с тобой будем жить? А собака не понимает ни одного слова-то. Она ласится к нему. Ну он пошел с горя-то и там на последний рубль выпил. Моей разницы нет, ты выпьешь и не выпьешь, и она тебя любит. Сколько рассказов, когда собака на могиле хозяина и погибает, остается. Или он уехал, ее бросил, и она так на остановке его ждет. Неизвестно, почему он не вернулся. И люди начинают об этом писать. Тут как-то такую собаку увидели. Да там паломничество из города было. Ее конуру построили. Она никуда не уходит. Она автобусы встречает и встречает. И с года в год, что хозяин должен вернуться. Это есть фильмы такие. И вот такая преданность, она человека ставит перед фактом, что мы не всегда такие верные. Вот кошка разницы нет. Ее куда перенес? Вот у меня мать их, бабка, тут позвонили в библиотеке, и там мыши заедают. Но я увез ее на несколько дней. А там полюбили ее. Маленький ролик сняли и показывают, как ее любят. Там какие-то все-то со сметаной, со сливками. Я говорю, вы ее избавили, как ее дома-то кормить буду? Уже второй месяц там живет моя рыжая. А ее рыжая звать. Пришел, неурядицы какие-то, погладил, поговорил, да, бедолаги мы одиноки, как мы тут будем зиму зимовать-то? И он маленько успокоился. То есть он нервный, как стресс, этот сбросил куда-то. Как у японцев на завод заходит, когда и стоит резиновая статуя начальника завода. Ну, кто-то недоволен. И рядом лежит, ну, какая-то молотилка, вот пыль выколачивает. Ты можешь подойти и его ударить. Потому что настоящего-то ударить нельзя, я хоть по резиновой кукле ударю-то. Ну, интересно так. Вот кошка. Вот она тебя встречает, видишь, как они любезные друг к другу. Это же Бог дал так, что человек любит. Вот кошка, а это не собака. Собака хвост подожмет, если ее, вот какой хвост-то у нее. А кошка хвост никогда не поджимает. Она одна ночью, где ходит, никому не подчиняется. Это вольная. У ней многому можно поучиться. У меня о кошке, о собаке стихотворение написано. И Виктор Николаевич поет. Я даже могу где-то найти. Вот подожди пока, немножко хотя бы попутно сказать. Вот, есть это или нет. Окошки. Здесь вот она у меня была. Вот, музыка. Вот. Но, видимо, здесь нету. Надо в другом месте. Во-во-во-во, стоит вторая снизу. Вторая снизу? Вот сверху, сверху. Вот это, да? Да-да-да. Ну, давай посмотрим. Вот. Виктор Николаевич Савченко, это учитель в Потеряевке, он поет о кошке. Мне надо это найти, надо, слова. Сейчас я постараюсь найти. Что-то не совсем заладилось. Вот. Я найду сейчас, показать. Потому что вот о кошке у меня написано, о корове, о лошади. Савченко. Я не то ищу, ищу кошка, главное. Савченко Виктор, вот он где. Вот. Теперь надо найти, где о кошке-то здесь. Для многих кошка не последний друг. А вот и нету ее здесь. Нету. Вот и все. Нету. Это значит, надо здесь где-то искать. Аудио. Вот. Песни. Новая Савченко. Для многих кошка не последний друг. Вот нашел. Ну, эти где. Я сейчас буду искать. О кошке. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо-совершенство. У ног моих свернулось. И греет электрическою шерстью. С детьми умеет ласково играть. Вскрывая в каждой лампе петельки жалов. Безжалостно сумеет покарать. Когда их нос как мне другу прижали. Без кошек там по нашему амбару. Каюку юно в наших погребах. С мышами бой ведем и с ней напад. Чтоб голодухи не пришлось рыдать. Чтоб голодухи не пришлось рыдать. Живой баромик уткнулся в непогоду. И загадя нос спрятала хвост. На все такая тварь хозяйстви годна. Хотя и спит весь день. Но уши на чайку. Малейший шорох распрямит пружину. И взгляд зеленых пар пролежет ночь и тьму. Прыжок стрелы не менее горшит. И крыса вниз быть смертельный твой. Без кошек там по нашему амбару. Каюку юно в наших погребах. С мышами бой ведем и с ней нападу. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Мурмычец может молиться тому. Спасителю крову зовем на помощь. У кошки своя господа хомут. Берет его кинжал и остро точит. Свободная напеленная эта тварь. И хвост не подождет под стать собакам. Мыши нам царцы безраздельный царь. На ней строгали жирная рубаха. Без кошек там по нашему амбару. Каюку юно в наших погребах. С мышами бой ведем и с ней нападу. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Иконы идов в кринках лимитов. Какая разница в лазить и слетать. Сегодня он их съел. Они так мало в Божьем писаниях. Хотя на пользу можно дать медаль. У шапка расплавил на голубя дне. У птича товаровскую область. Проходит время, подсыхают ляпла. Мы с ними ритягаемся чуть позднее. Без кошек там по нашему амбару. Каюку юно в наших погребах. С мышами бой ведем и с ней нападу. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Без кошек там по нашему амбару. Каюку юно в наших погребах. С мышами бой ведем и с ней нападу. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Девять лет назад я это написал. Послание Иеремии 1.21. На тело их идолов и на головы их налетают летучие мыши. И ласточки, и другие птицы. Лазают также по ним и кошки. А вот исполнение где? А это мои кошки. Они сохраняют от мышей и крыс. Корм для голубей. У меня три голубятни. Одна в городе, две в православной деревне. Потеряевка. Которая строится с нуля. И для желающих приехать и жить по-христиански. Ну а дальше тут что это есть? Вот как о кошке Исаия 34.14. И звери в пустыне будут встречаться с зикими кошками. И лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение. И находить себе покой. Вот у Иеремии написано. Если изничтоженного извещешь полезное. Сделай как мои уста. Ничего особенного. Кошка. Но вот написалось такое стихотворение. Виктор Николаевич. Это наш бард. Наш композитор. Учитель. Благовестник. Потеряевский. Он написал и сам играет и сам поет. Вот чем у нас вызвана сегодня эта запись. Позвонил глухонемой Андрей. Робот. Что он позвонил. А просто увидеть. Ребятишки. В них нечего было сказать даже. Я попутно сказал о голубе. Речь зашла дальше уже о собаках. О кошках. И получился ролик. Из ничего буквально. И для ребятишек он будет интересен. Пойдем доедать там свое. А то он остатки снес. Сегодня пятница. А все равно рыбу то нельзя было есть. Он поэтому и убрал ее. Смел. О. 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 О.